я мой друг как твои дела с тобой до воды и сегодня у нас будет второй выпуск шезы к 6 злобных курильщиков что мы будем сегодня прокуривать о чем не догадываются наши ребята это наш хороший друг наш ветеран кальянной индустрии серёжа путков выпускает продукт под названием fregat og ты понимаешь да что это по идее должен быть крепкий продукт должен быть серьезный продукт но мы не знаем как оценят его наши 6 злобных курильщиков вкратце и покажу что это все у нас вот в такой вот коробочке и эта коробочка вот так открывается и здесь вот такие баночки сам серёжа говорит про этот продукт что продукт получился достойный и очень много сил в него вложено по наличию этого продукта в магазинах я еще не знаю но у нас уже получилась возможность дать первым людям его попробовать поэтому ставь лайки пиши комментарии а я сейчас подробненько расскажу про данный продукт марокканский чай английский завтрак старый каир и пустынная роза а еще конечно же инфинити так вот я эти вкусы прокурил и могу вам сказать что серёжа в принципе правильно донес свое восприятие кальянной индустрии в эти пять вкусов это реально похоже на нахуй это реально похоже на старые продукты которые не блещут супер аромкой но блещет своей плотностью вкуса я присутствуют старые вкусы вот знаете вот если сейчас забить нахлу она вам не очень сильно понравится но во фрегате ауджи это сделано более-менее на современный лад то есть технологии новые а именно ощущение аромок старая когда я прокурил мне очень понравился вкус старый каир я немного себя отнес в момент когда я прокурил альбашу либо нахлу микс да либо собственно миза особенно присутствует вкус дыньки то скажут про это ребята непонятно но пока мисс я расскажу про себя по запаху прикольные по ощущению прикольные по фракции что-то похоже на бонч на сатир и так далее но по крепости не так чуть-чуть выше чем средне где-то вот в этом вот сегменте крепости причем я расскажу так что каждый вкус обладает своей крепостью вот здесь я еще раз помечу если серёжа путков нас еще раз наебал то уж простите меня пожалуйста серёжа так уже больше делать нельзя твои пранки выходят из-под контроля поэтому стартуем сейчас мы покажем вам наших шесть злобных курильщиков и они начнут делать свое дело как мы видим наши ребята уже прокуривают этот бренд этот продукт пять вкусов этого бренда и что мы будем делать дальше мы взяли некоторые моменты с первого выпуска и немного их исправили теперь у ребят будет целых два интервью первое интервью ровно через 5-7 минут как они начнут взрывать а для того чтобы взять у них эмоцию именно первого покура первого впечатления и второе интервью уже будет по окончанию прокура когда они смогут уже разобрать все как есть где он перегревался где он не перегревался как он курился как по аромке держалась она или нет мы возьмем у них еще раз интервью и они все это расскажут а пока ребята дружненько курят не общаются да потому что я им запретил разговаривать во время покура почему чтобы они не навязывали друг другу своего мнения а оставались только лишь при своем мнении так что думаю сегодня будет второй выпуск который доделанный допиленный и собственно будет по кайфу поэтому я жду от тебя лайки и конечно же комментарии комментарии ты сам знаешь почему потому что благодаря этим комментариям ты можешь стать владельцем кальяна союз в крутой комплектации так ну покурил первые пять минут что первое почувствовалось на самом деле достаточно хорошая крепость то есть прям чувствовать крепость и вот естественно несколько коленок как бы успел сразу урвать у ребят и достаточно насыщенная аромка были конечно некоторые вкусы которыми я отношусь достаточно специфично вот были достаточно знакомые вполне курибельно очень хорошо курится приятно мягко вот прям несмотря на то что на старте хороший жар мне в принципе зашло понравилось и я бы вполне потом покурил бы его еще так на самом деле еще время как бы попробовать покурить есть мнение накинуть четвертый уголь последний как он себя поведет может быть вообще это аромка исчезнет и все что я говорил до этого будет абсолютно никому не интересно потому что ничего не узнаешь пока не попробуешь прокурили мы интересный табачок дело началось только и что могу сказать поначалу довольно круто он курится когда только поставили угли особенно когда на 4 ровно по той причине что довольно ярко пошла ароматика и это не чувство у вас никакой дискомфорт и тем самым могу сказать что именно там первые 5-7 минут он хорошо себя чувствует так как довольно быстро прогревается и довольно много дает и дыма и вкуса если говорить за сами вкусы которые мы успели покурить в первое именно время то часть из них чуть-чуть становится еще пока эти самую секунду продолжая я смонтирую я понимаю я слово подбираю часть из них немного глуховаты были поначалу но я думаю это было краски связано с тем то что еще не до конца догрелась сама чашечка но контрастно другие вкусы раскрывались наоборот очень ароматично именно на самом начале курения и это наверное и странно и интересно наверное если разделить кого по разнице очень круто раскрывается самого начала вкусы выпечки очень насыщенно но вкусы другой направленности то есть более травянистые они нуждаются в том чтобы чуть дольше их догреть скорее всего и это наверное мои первые впечатления про данный продукт первый раз когда я только закинулся я почувствовал тх то есть мне попался на прокур цитрусовый вкус который на четырех углях начинает сходу бить по горлу аромкой это мне не очень понравилось но спустя время когда сняли четвертый уголь продукт стабилизировался и начал куриться более комфортно не скажу что аромки топовые но в целом некоторые вкусы достойные своего места на полке и в целом на рынке это было мое первое мнение о продукте сейчас я пройду дальше пробовать другие вкусы и дальше поделюсь своим мнением что можно сказать о первых впечатлениях о продукте курица это мягко это мне показалось легко но по ароматике есть некоторые вопросы некоторые вкусы мне показались переоромлены на старте курения возникало такое немножко чувство неприятного курения переоромленности но при этом тх не было и подымности вопросов вообще никаких нет все в порядке некоторые вкусы можно выделить на старте они приятно курились но опять же большинство вкусов все же переоромлены на мой взгляд нужно надо работать продукт после первой затяжки я почувствовал сразу очень яркий вкус он был насыщенный и достаточно многогранный также крепость показалось мне ниже средней ближе к легкой табак по дыму очень густой плотный и приятный есть во рту послевкусие все вкусы которые прокурил на старте показались мне немножко химозные но это неплохо потому что многим людям это нравится также можно сказать что табак имеет определенную особенность это очень приятный вкус на старте когда ты затягиваешься твой рот обывакивают приятные ощущения апельсины апельсина корицы и либо каких-то специй я еще до конца не распробовал думаю что это больше плюс чем минус из минусов лично для меня показалось что крепость немножко не такая как я желаю видеть она ближе к легкому сегменту на самом деле нельзя судить по первым тягам потому что многие табаки меняют свои ароматизатор во время курения например не хватает жара поэтому после дальнейшей прокурки я обязательно скажу как все поменялось прокурили мы продукт минут пять-десять к сожалению я не успел попробовать много вкусов попробовал всего лишь два мне очень сильно зашла крепость крепость прям классно попала я курю вот примерно на таком уровне но вкусы были очень неудачные максимально как будто какой-то одеколон мне показалось а второй кашибир что я не знаю но отвратительные вкусы мне такое не нравится сейчас пойду попробую прокурю остальные вкусы новые прокурю те вкусы что не очень понравилось может быть аромка немножко успокоиться устаканится и будет курица как положено как это заявил производитель пока я рассказываю про кальян союз наши ребяточки прокуривают табачок о котором они еще не знают но смотря этот выпуск ты можешь выиграть этот кальян полной комплектации просто за то что посмотрел этот выпуск поставил лайк и написал любой комментарий теперь немного вкратце о нашем сегодняшнем спонсоре выпуска это кальян и союз собственно вот так вот он уже выглядит в готовом виде это у нас полициталь нержа и он очень очень толстенький но это еще не все ребят смотрите если у нас внутри есть шахта из нержи ты на ней куришь к ней принципе ничего не прилипает и так много ароматов она на себя не приклеивает но если ты фанат двойного яблока ты берешь эту шахту и вставляешь ее вот сюда вынимая нержу и начинаешь на вот этой деревянной шахте курить только двойное яблоко и через месяц прокур of одного только двойного яблока следующая двое двойное яблоко будет просто охуительнее чем другое потому что эта деревянная шахта пропитает себя и получится полнейший олдскульчик поэтому это кальян и союз недорого очень качественная полировочка все детали и конечно же клапана еще съемный диффузор может достаться тебе что тебе нужно сделать правильно ты уже слышал написать комментарий поставить лайк нашему второму выпуску и все этот кальян возможно достанется тебе итоги в следующем выпуске поэтому дерзай участвуя чтобы увеличить шансы попроси свою маму это сделать попроси своего папу это сделать попроси свою сестренку девушку пацанов с района которые не курят тоже поставить лайк и написать комментарий потому что возможно они выиграют а приз достанется тебе поэтому погнали спрашивать у ребят какое же у них финальное мнение о продукте фрегат ауджи и так примерно минут 30 мы уже прокурить прокурим этот прелестный продукт какие сейчас уже есть впечатления чувствуется легкий перегрев то есть сначала мы курили это дело на четырех углях пришлось под скидывать для того чтобы оставить это дело на трех и некоторые вкусы мы оставляли на двух либо на мягком жаре потому что чувствовать подгорание причем подгорание такого формата что не как-то не карамелизируется она именно подгорает само по себе не думаю что это прям проблема потому что восстанавливается он тоже довольно быстро то есть там буквально меняешь жар продуваешь чуть-чуть ждешь и она все начинает работать уже так как должно быть если говорить за то насколько хорошо держится аромкой как продолжительно то наверное у части вкусов она еще пока нуждается в доработке как мне кажется потому что на дистанции курения на чуть подспала но у вкусов выпечки все еще и хочу очень сильно выделить потому что они хорошо держатся на всей дистанции курения и курятся именно очень нацищенно вот будет конечно очень странно если ты сама выпечки не было я про нее рассказываю блин она не получается вот мое общее впечатление о том что некоторые вкусы я все-таки считаю что нужно докрутить именно сторону того чтобы она меньше боялась перегрева и более ароматично курилась но я думаю что с этим проблем не будет особенно на старте продаж по поводу розницы если то это довольно массовый продукт как мне кажется потому что его крепость на начале она средняя на дистанции курения она спадает до ниже среднего и легкой и тем самым она хорошо подойдет тем кто хотят либо быстро покурить очень используют небольшую чашку с небольшой загрузкой и этот продукт их порадует и в то же время для тех кто не любит курить крепко они воспользуются малым количеством угля в начале не получится должного никотинного удара и впоследствии будет курить максимально комфортно вот поэтому общая моя оценка в том что этот продукт достоин того чтобы покурить но немножечко нужно доработать данный продукт я уже прокурил примерно 40 минут мне он показался достаточно необычным и такого я на рынке еще не встречал что после определенного количества времени вкус начинает становиться менее нейтральным для меня это больше плюс потому что я не люблю перероленные табаки также все вкусы отдают немножко алкогольной тематикой для меня это тоже что-то необычное и редко где-то это встретишь крепость продукта осталось легкой он очень хорошо держит жар мы курили его на четырех рублях в пятером все ребята прокуривали всем всех все устраивало также можно сказать что этот продукт предназначен для людей которые хотят познакомиться с чем-то новым потому что как я повторяюсь до этого такого не встречал я бы забил этот продукт в компании потому что для людей такой-то новый experience им бы это сто процентов понравилось и они бы в этом не разочаровались единственный из минусов мне понравилось что некоторые продукты между собой схожи схожа именно ароматика какая-то алкоголь на пряны кисло вот что-то в этом такого есть что я не встречал где-то в других продуктах также если судить по продолжительности курению кореяны спустя 40-50 минут оставались достаточно курибельными и вкусными их можно было продолжать курить в завершение я хочу сказать что данный продукт достаточно специфичный не плохом плане хорошем потому что его можно также поставить гостям не стыдно дать покурить друзьям и также взять себе домой типа это очень интересно достаточно жаростойки жаропругий получился получились кальяны и несмотря на то что был перегрев так как бы ребята все курят по разному каждому там всех разный ритм курения очень круто держится аромка но вот вот этом вот я прям выделил на самом деле из всего понятно было чувствовался перегрев чувствовался немножко вот накидка жара вот это но аромку я ощущал прям вот будь здоров и вот пару вкуса были знакомых таких была там тыква вот специфично к ней отношусь но я с удовольствием покурила так получилось что по кругу она мне 8 раз досталась как бы все остальные по 2 вот был такой который конечно не очень зашел аромка прям аж в нос била вот но даже после перегрева и когда вроде мы уже все решили что колен сгорел и прочее нового ромка чувствовалась на самом деле я думаю я бы вот с удовольствием был курил бы вот периодически вообще вот этот табак вот и я вот являюсь управляющим также слоунж ростов я бы с удовольствием скорее всего даже поставил это на работу потому что если нет четкого понимания что это говно то почему бы с этим не работать с говном работать тяжело с тем что это есть какие-то нюансы он хорошо держит жар много людей любят курить на перегреве кто-то любит курить на фольге и прочее кто-то любит разные забивки разные чашки но вот на этом продукте вполне можно работать можно что-то мутить можно что-то придумывать и я бы вот ставлю вот четыре из пяти я бы я галочку поставил и подытожить кто был бы я себе этого не сделал ждем вас приходите в танжерс лаунж ростов обязательно я еще на самом деле даже не понял что это за продукт но думаю мы с удовольствием его поставим вы тоже сможете попробовать прокурить для себя что-то выделить что-то понять из тех интервью которые мы сейчас вам говорим рассказываем и найти что-то свое целом табак неплохой крибельный не все вкусы то есть есть вкусы в которых присутствует какой-то тх немножечко чешет горло есть вкусы которые легко были узнаваемы то есть можно было узнать из этих вкусов конкретную ноту определенную какие-то вкусы были просто мыльные с какой-то где-то там сладостью цитрусовостью то есть не очень интересные в себе так в целом для домашнего курения неплохо что по крепости крепость чуть ниже средней как по мне довольно таки комфортно крибельные если бы не было тх но опять же тх были не во всех вкусах а только ну из из этих пяти вкусов которые мы прокуривали в пару кальвинов реально было тх то есть ну их курить было не очень комфортно все остальное было довольно неплохо расскажи и так что можно сказать по прошествии некоторого времени мы прокурили где-то 15-20 минут и после этого времени уже некоторые ароматизаторы сдулись но некоторые все равно давали качественную ароматику я думаю что этого продукта все же есть будущее если он не появился на рынке и я думаю в магазине питер смог он бы вполне мог ужиться на полках в целом продукт легкий курица приятно мягко что однозначный плюс по дымности вообще вопросов никаких нету дымность хорошая плотная ароматика да можно доработать как я и сказал ранее но в целом этот продукт я думаю конкурентно способен вы прокурили мы вкусы еще раз попробовали посмотрели вкусы больше напоминают что такое из старый из old school нахла альфакер вкусы не очень удачные скажу мне мое личное мнение мне не сильно понравилось вот парочка вкусов зашли прям классно но крепость аромка пром залетели как есть я курю такое мне очень нравится единственное что спустя может минут 25 с некоторых вкусов аромка просто съебалась куда-то неизвестном направлении и осталось горь но он он не горит он почему-то пропадает просто вкус и чувствуется вкус гарри какой-то если друг куришь других производителей там как-то постепенно он начинает гореть то именно в этот раз он просто куришь две тяжки нормально третья тяжка просто пропал вкус куда-то и непонятно и немножко вкус и гарри а так крепость отлично аромка прям классная нормально если бы она не съебалась так быстро было бы вообще замечательно но вкусы не знаю может быть у них палитре есть остальные другие вкусы более удачные но эти вкусы были не совсем удачные ну парочку из пяти было отлично я думаю если этот продукт в таком сегменте в ценовом ну-ка средний не слишком не слишком дорого то я бы такой продукт курил у меня бы дома он был и потому что крепость аромка отлично я думаю этот продукт больше бы зашел для дома чем для заведений просто за счет того что у него не высокая крепость я бы я уверен что он какого-то не премиум сегмента не слишком там дорогой вот он такой так чтобы зайти в магазинчик купить себе этого продукта прикидом в магазинчик купить себе этого продукта прикидом